Поселок Калининец Нарофоминского района потрясла страшная по своей жестокости история. Восемь девушек, в том числе и несовершеннолетние, избили девушку-инвалида Александру Горохову и оставили ее умирать в лесу. Троих уже взяли под стражу. Еще пять мучительниц находятся под подпиской о невыезде. Они ее поливали пивом, то есть, понятное дело, откуда же у них когда получается пиво, если бы они не пили. Вот, поливали до нее пивом. Я сомневаюсь, что они трезвые девочки, мне кажется, они подумали, что они делали. Напомним, вечером 10 сентября компания девушек поджидала Александру у дома. Они отвели ее за гаражи и страшно избили. У нее сотрясение мозга, многочисленные гематомы на лице, сломаны пальцы. Селезенка оказалась разорвана и ее пришлось удалить. Саша инвалид с рождения, у нее серьезные проблемы с позвоночником. Они уже подошли внизу, они уже их завязали, девочки, их было трое, получается. Вот, и кто-то вот прыгал по лицу, кто-то прыгал по телу, кто-то ломал пальцы. Они сами это рассказали, когда вы пришли к ним, они уже сами рассказали все это. Да, то есть они как бы, он говорит, мы скрывать ничего не будем. Арестованные за избиение Наталья Мизгирева и Саша раньше были близкими подругами. Поссорились из-за того, что Горохова перестала давать Наташе деньги, которые получала на инвалидность. Мизгирева рассказала другим девушкам, якобы Саша распускает про них слухи. Избитую девушку нашли случайно. Как сказали потом врачи, еще час и Саша бы не выжила. Они звонили какому-то молодому человеку, они хотели ее увезти в лес. В Рассудово. В Рассудово. Вот, он отказался и вот он как раз пришел, по-моему, туда, просто я точности не знаю, что вот он вызвал скорую, то есть и на скорую ее увезли. Сейчас Саша идет на поправку и хочет скорее выйти на работу. Незадолго до драки она устроилась в московскую фирму и надеется, что ее больничный не затянется. Продолжение следует.